информационная война на радио крым добрый вечер уважаемые радиослушатели в эфире информационная война на первом крымском радио 100 и 6 ф м сегодня у нас четверг 16 апреля у нас в студии работают телефоны плюс 7 978 400 264 плюс 7 90 плюс 7 978 400 264 и стационарный номер города симферополя 24 2 24 90 96 24 90 96 сегодняшний день особенный сегодня произошло ряд очень знаковых событий и прежде всего это конечно же прямая линия с президентом российской федерации владимиром владимировичем путиным эту прямую линию смотрели ну наверное без исключения практически почти все люди которые имели свободный доступ к телевидению или к интернет каналам говорят что смотрели также и украинцы живущие на территории украины потому что по разным сообщениям и по ощущениям по даже по социологическим исследованиям путин является одним из самых популярных политиков на украине и давно уже затыкает за пояс собственно говоря ту власть которая пришла в киеве захватила власть результате государственного переворота относительно того какие вопросы были заданы и что обсуждалась общая тональность прямой линии мы об этом сейчас поговорим конечно же нельзя обойти вниманием то что сегодня прошло сообщение о том что в киеве застрелен известный киевский писатель олесь бузина это конечно вызвало шок у многих людей которые его лично знают я лично с ним так не знаком но присутствовал на ряде его мероприятий пресс-конференции собственно говоря ну в общем-то виделся с ним живую конечно это ужаснейшее событие она на самом деле перекликается с событиями прошлого года 2 мая 8 и 9 мая в мариуполе 2 мая в одессе и похоже что хунта методами террора пытается достичь своих определенных целей какие-то цели мы тоже сейчас обсудим и похоже что вот это убийство которое циничное которое кстати произошло буквально на следующий день после убийства олега калашникова это бывший депутат от партии регионов руководитель антимайдана он вчера был убит то есть вот эта серия последовательно убийств людей которые известны своей пророссийской позиции она на самом деле означает начало перехода хунты к такой фазе террора кровавого который призван во первых точно так же как и в одессе 2 мая в мариуполе 9 посеет страх в обществе создать условия при которых гражданская война всех против всех ну во всяком случае нацистская часть против даже умеренных которые не приемлют такого положения вещей она конечно ужасает анатолий шари выложил у себя на канале на ю тубе ролик которым он прокомментировал убийство олеся бузины и там он привел достаточно интересные факты он во первых сказал что безусловно следствие которое сейчас занимается расследованием убийства бузины естественно будет обвинять российскую сторону или пророссийских активистов но тем не менее он явно показал сайт который поддерживается из был и мвд в котором указывается не только то что вдруг на этом сайте на передней странице появилась анкета олеся бузины и датировано это сообщение 14 апреля но и там приводится сообщение о том что какой-то агент за успешно выполненное задание получил награду получил отпуск и так далее и так далее в общем-то хунта она практически не стесняется всех своих действий оглашает в открытую все что она собирается делать мы поговорим еще о этом событии но хочу вернуться к прямой линии президента напомню что у нас студии работает телефон плюс 7 978 400 264 и стационарный города симферополя 24 90 96 вы можете звонить в студию задавать любые вопросы а я пока хочу остановиться на двух важных моментах которые из прямой линии в общем-то были очевидны многие люди с которыми приходится общаться в при подготовке к программе и в социальных сетях в общем-то отметили такую важную часть что народ ждал от путина каких-то жестких заявлений каких-то решительных ходов или каких-то таких знаете управленческих решений которые нужно было огласить всей стране но этого не последовало достаточно мягко достаточно сглаживая углы и многие люди задают вопрос непонятно почему так люди ну в общем то как бы социальный заказ оформлен единение народа значительно а тем не менее этого не происходит должен сказать что поскольку мы с вами переживаем достаточно непростой период вообще в глобальной истории в истории исторического процесса то резкие движения в этой ситуации вообще никогда не идут на пользу и то что прямая линия она была взвешенная она была конструктивная в тех местах где просто были вопиющие факты разгильдяйство местных властей в частности то что касается космодрома и так далее и так далее несколько было таких тем там было достаточно жесткие заявления но что касается внешне политических дел именно то на чем специализируются президенты где у него реально большие успехи там было все мягко обтекаемое всем очень запомнилось то что у россии нет имперских амбиций поэтому мы не можем вмешиваться в украинские дела и то что начальник французской разведки это вопрос хокомадой был за задан были ли там войска русские или не были то что начальник французской разведки заявил что ни в коем случае мы не можем даже и говорить о том что россия участвует в конфликте на юго-востоке и соединенные штаты америки ввели всех в заблуждение заявлением что россия вторглась на территорию украины но и президент сказал и что тут комментировать еще если даже западные партнеры явным образом подтверждают что никаких вооруженных сил российской федерации там нет и быть не может это вот этот очень важный момент стоит отметить и на самом деле вспоминаются слова валерий виктор и чепякина который комментирует раз в неделю по вторникам внешнеполитическую новостную ленту который ровно год назад после прямой линии прошлогодний сделал такое очень интересное заявление что не все можно оглашать в тех условиях когда ты сидишь не только перед аудиторией своего народа но ты сидишь и период аудитории например западных стран ты сидишь перед глобальной аудиторией а не будем забывать что мы живем в мире в котором управление ограничивается не только высшими органами и высшими лицами власти она имеет еще и над глобальные структуры в частности например организации объединенных наций религиозная над государственной структуры и так далее и так далее и так далее для того чтобы не сделать хуже не все можно оглашать и не все программные заявления можно делать поэтому всем людям которые ожидали каких-то решительных заявлений и испытывают разочарование ну вот прям так открытым текстом хочу посоветовать успокоиться потому что самое главное это планомерная повседневная работа по управлению по наведению порядка в своей стране потому чтобы и дома было хорошо и у подъезд был подметен и а все что происходит на внешнеполитической арене это конечно важный вопрос но это не делается за один день это не делается наскоком не делается одним ударом шашки и соответственно не рассуждается об этом вот прям с шашкой на голову что мы сделаем так или иначе и таким-то вот образом вернемся к убийству олеся бузины на самом деле стратегически хунта которая пришла к власти в киеве и которая была поддержана западом коллективным западом это и безусловно и страны которые были отмечены при подписании соглашения януковичем с оппозицией это польша германия и франция это коллективный такой ес и прежде всего соединенные штаты америки хочу напомнить что коллективной коллективная европа подписание ассоциации с которой ну как бы послужил не подписание послужило основанием для начала майдана она играла как бы ключевую роль в организации майдана но в последний месяц в общем то в феврале особенно после подписания закона принятие верховной рады закона 16 января началось обострение ситуации управление майданом перехватили в общем-то соединенные штаты америки соединенные штаты америки используют украину как таран как ударную силу для в общем-то для плацдарма для возможной атаки на россию не только на россию дело в том что соединенным штатам абсолютно все равно как каким образом с кем где и при каких обстоятельствах возникнет континентальный конфликт и абсолютно им все равно будет ли например это польша которая терпеть не может бандеровцев есть огромное количество конфликтов которые не не завершены еще со времен второй мировой войны либо это будет например какой-то вооруженный конфликт между всем населением украины по например признакам связанным с советской символикой либо по вопросам связанным с массовым террором который разворачивается украине американцам абсолютно все равно и вот это убийство леси бузины это знаковая персона которая известна и в российской федерации и на украине и человек который придерживаясь российских пророссийских позиций тем не менее но как бы был убежденным там украинистом и жителям киева и в общем-то об этом много писал вот именно эту фигуру выбрали для того чтобы вот создать такое событие кровавое в день когда президент российской федерации отвечает своим гражданам на прямой линии у нас есть первый звонок в студии добрый вечер слушаем нас алло добрый день добрый возник вопрос по поводу информации которая на прошлой неделе прошла по российскому телевидению что отдельные регионы украины ну гессарабия это западная в том числе и одесса решили заговорить обо своей автономии вы можете дать какие-то пояснения по этому вопросу я видел сообщение о том что несколько политиков региональных записали видео обращения в которых они объявили о том что они преследуют такие цели ну попытки людей как-то высказать свое отношение к украине в том смысле в котором она сейчас существует и не будем исключать быть вписанными в какие-то сценарии различные они вот присутствуют я пока что серьезно к этим попыткам относиться не могу ну лично я потому что я прекрасно понимаю что сейчас на украине установлен фашистский режим военная диктатура причем одесский регион в конкретно он используется как военно морская база соединенных штатов америки и румынии как члена нато и поэтому вот ну такие видео обращения и заявления они конечно может быть я чего-то пропустил и не знаю но в условиях того что через одессу проходит ряд поставок боевой техники это что это территория полностью контролируется соединенными штатами америки я не думаю что эти заявления пока что могут привести к каким-то результатам в качестве итога ну вот это то что я могу ответить на ваш вопрос конкретный в качестве вот общего такого рассуждения относительно сегодняшнего убийства и вчерашнего убийства олега калашникова хочу сказать что по большому счету идут на лицо все признаки подготовки к 9 мая семидесятилетия которого это сакральная дата 70 72 года это космический день и по итогам семидесятилетия обычно происходит полу ну такой полупериод 140 лет это полный период и вот по прошествии 70 лет люди подводят итоги и выбирают путь дальнейшего развития то есть китайская народная республика семидесятилетие образования китайской народной республики тоже отмечала через 70 лет и это было ознаменовано 18 съездом кпк и там была четко оформлена стратегия развития страны то же самое предстоит и нам поскольку постсоветская территория вся даже разделенная на постсоветские республики живет в основном и чувство единения она нам дано через победу то вот это семидесятилетие является сакральным не только для нас с вами но и для наших врагов которые вот таким вот образом готовится к 9 мая прошли сообщения о том что ветераны в киеве которые прекрасно понимают в каком городе они сейчас живут они прекрасно понимают какие боевики молодчики они помнят что было на 9 мая 2-3 года назад во львове они прекрасно представляют как соотнести события 2 мая в одессе в прошлом году и понимая что убийство совершается уже просто на улице и причем по политическим мотивам происходят политические заказные убийства тем не менее ветераны киева объявили что они ничего не боятся они все равно выйдут на парад победы и они пройдут по крещатику чего бы им это не стоило и вот в этом смысле действия фашистов украинских нацистов которые допускают а нужно сказать что на земле ну таким термином простым на земле происходит такие события только сведомо спецслужбы которая контролирует землю это с был то есть не снайперы которые стреляли на майдане не вот такие вот убийства они не могут пройти без ведомо ну смотрящих за землей за за вот этой вот спецслужбы тем более анатолий шари четко указал на признаки подтверждающие что это убийство но политическое и она произведена сведомо контролирующих землю то есть вот это убийство фигуры которая известна и в россии и в украине которая по большому счету проповедовала особую украинскую государственность не бандеровскую не явно пророссийскую а какой-то такой отдельный путь вот этой малоросский малороссийский путь и вот эту фигуру и в общем то принесли в жертву в 16 апреля и это по большому счету воспринимается как признак того что готовится война гражданская всех против всех на всей территории украины не только на юго-востоке и вот этот вот террор но это вот какое-то такое ход направленный на это в любом случае если вас вернуться к прямой линии президента самое главное что россия это стабильное государство это государство которое не участвует в конфликте на украине официально мы не влияем на эту ситуацию с точки зрения там я не знаю военных ни в коем случае либо мы только пытаемся дипломатическим переговорным путем через минск сделать так чтобы войны всех против всех которая грозит перерасти в континентальную войну и которая на самом деле вписана сценарий американцев как ослабить свои два основных конкурентов это ес и россию которые между собой во первых должны поссориться во вторых должны развязать полномасштабную континентальную войну это позволит соединенным штатам америки решить все свои внутренние проблемы и сохранить свою доминанту отсюда и вся стратегия российской федерации мы не вмешиваемся и всеми силами пытаемся эту войну не допустить это стратегическая такая линия которую мы выдерживаем и это на самом деле дорогого стоит и моральном плане и в и в экономическом все равно беженцы с украины тут же принимаете палка о двух концах беженцы с украины которые возникают не только от боевых действий на территории юго-востока но они возникают и от террора в других регионах украины они возникают это экономической ну экономического коллапса когда закрывается целое предприятие и от мобилизации когда призывается все детородное мужское население вот от этого всего образуется огромная масса беженцев которые бегут не куда-нибудь а именно на территорию российской федерации это все равно кладется на баланс россии то есть издержки мы и так несем но самое главное не свалиться в континентальную войну у нас есть звонок в студии добрый вечер слушаем вас внимательно добрый вечер я все-таки к убийству вот эти последние дни мне кажется вам что идет равномерный отстрелем наших людей а мы все как-то мягко все ходим все президент сегодня сказал что вот украина надо помогать они очень жестко действуют и у них ребенок сейчас рождается я не уверен что первое слово скажет мама или папа он скажет крымская украина понимаете вы полностью потерпели поражение в информационной войне надо что-то делать вот так вы думаете я согласен с вами стратегически но тактически я думаю что здесь не все так просто ну представьте на украине живет после ухода донбасса и крыма живет там 30 с небольшим миллионов человек сказать что все бандеровцы явные ну наверное нельзя сказать потому что население западной украины даже киева и города миллионника и даже днепропетровска особого города и так далее и так далее это все-таки не вся украина есть люди которые экономически поддерживают эту государственность и бандеровскую идеологию но вся остальная украина это две трети по населению они не являются бандеров сами не просто ретранслирует свой телевизор то есть что значит ретранслирует свой телевизор это значит что как только но гипотетически в киеве телевизор начнет вещать в другую сторону через три месяца не будут ретранслировать именно это Соответственно, это люди, которым нужно руководство. Основная проблема Украины заключается в том, что руководителей-то там и нет. Люди, которые были руководителями и считались даже духовитыми, ну, не будем тыкать пальцем на Януковича и его там товарищей, они как бы пропали, растворились и не слышно и не видно. А народ обезглавлен. Народ обезглавлен. И вот в этой ситуации вот ваша фраза «надо что-то делать», да, надо делать, но как-то мягкой силой, то есть при помощи информационных технологий, они отстреливают знаковые фигуры, они убивают известных личностей. Но при этом там живет народ, который, ну, плоть от плоти, кровь от крови, это мы же. То есть, по большому счету, при стечении других обстоятельств такая же ситуация могла бы повториться, ну, при других, конечно, обстоятельствах, могла бы повториться и с нами. И делать, мне кажется, вот тут вот, я хочу сейчас плавно перейти, хороший у вас вопрос, я хочу плавно перейти к теме вчерашней передачи относительно того, а что же делать? Вот как, действительно, вот как сейчас влиять на Украину? Мы об этом год говорим, а по большому счету, ну, аналогов нашей программы крымской, в общем-то, немного. Константин Семин ведет агитпроб на России, на ВГТРК, есть ряд ток-шоу, которые обсуждают новостную ленту, и при этом в этих ток-шоу участвуют украинские политики. И по большому счету многое чего не сделано. При всем при том, что украинцы смотрят российские каналы даже в условиях блокады. Вот сейчас по интернету они смотрели прямую линию, и это было массовое, то есть даже интернет-трафик это показывает. Мне кажется, что то, чего не сделано, и что, может быть, стоило бы сделать, да, собственно, почему может? Нам не хватает единого центра того, чем занимается, например, тот же Шарий. Шарий методично берет фейки, которые создают украинские СМИ, и их разоблачает. Делает это короткими двух-трехминутными, пятиминутными роликами и размещает. У него канал на Ютубе, один из самых посещаемых, самых популярных, и там огромное количество подписчиков. Один Шарий за весь русский мир, этого сделать, наверное, ну не потянет просто. Нужен сайт, портал централизованный, который бы занимался конкретно... Этот портал не должен быть связан с государственностью Российской Федерации, наверное, потому что у Российской Федерации другая задача. Руководство России через дипломатические, через межгосударственные отношения, самое главное, сохранить возможность влиять на ситуацию в Украине. То есть даже вот эти поставки, что мы им там поставляем, газ или там другие энергоресурсы, это ведь не потому, что мы являемся партнерами нацистской хунты. Это еще и потому, что мы не хотим обрушения экономики Украины в результате, например, там аварии на АЭС или подрыва там гидрокаскада. А мы хотим, чтобы этого не случилось, потому что если, не дай бог, произойдет катастрофа в результате войны всех против всех, то вал беженцев, он просто может обрушить и нашу экономику. И вот эта тонкая такая линия, и вот когда мы не можем допустить резких движений во внешнеполитической жизни, мы не можем допустить резких фраз, которые могут обрушить. Мы, я это говорю про государственность, поэтому не оглашаются очень многие вещи. Но с другой точки зрения, русский мир такой коллективный, который отличен от русской государственности, он должен, во-первых, создать информационный центр, который бы занимался вообще вещанием на украинскую аудиторию, чтобы украинцы знали, что что бы ни появилось на плюсах, они могут зайти на определенный сайт, именно об этой новости прочитать и посмотреть на обратную точку зрения. На этом сайте должна быть история русских, всех русских, начиная от равы русской, от западной Украины, и заканчивая Крымом и Кавказом. И мы должны свою идеологию подразумеваемую, которую все хотят, в общем-то, как-то озвучить, но как-то по тезисам она собирается из кирпичиков, ее тоже нужно проповедовать. Потому что на самом деле главная проблема украинского народа – это бесцельность. Им у них все плохо, жуткая депрессия, хлеба насущного все меньше и меньше, а выхода из этой ситуации никто не предлагает. Никто. Ну, только если взять автомат, идти в карательные батальоны, чтобы там кусок хлеба себе заработать. Да и все. Вот, собственно говоря. А все остальные люди, которые с этим не согласны, они не имеют ни органов управления, ни ресурсов, ни командиров, ничего. Есть звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Две минуты, да. Если можно, покороче. Хорошо. Да, слушай. Добрый вечер. Добрый. А скажите, а какое-то решение крымские власти, допустим, будут принимать, или российское правительство, на территории Крыма осталось много украинских предприятий, которые передвиги слеживали, но, тем не менее, находятся под украинским жанром-патронатом и деньги идут в Киев. Ну, как это сказать? Я просто эти деньги не контролирую, понимаете? Не Крым, все правительства, не врачи. А вот вам отошалили украинские зарплаты, когда мы заикнулись, столько. Вот. По российским стандартам, зарплаты, это, это, это. Ну, нам просто показали пункт, если сказали, а вы под Украиной работаете, не нравится, увольняетесь. Угу. Вот такой вопрос. Да, вопрос очень простой и ответ на него очень простой. На проспекте Франко есть управление Федеральной службы безопасности, в котором на входе, если туда зайти, то там есть слева такая щит, на котором четко расписан алгоритм обращения граждан к руководству УФСБ по Республике Крым и по городу Севастополю. А бояться этого не надо. И если возникают вопросы, связанные с угрозой для государственной безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым, связанные с нацистской пропагандой, связанные с финансированием карательных операций и так далее, то нужно изложить на бумаге, не побояться этого сделать, и дать ход этому документу для того, чтобы этот вопрос решить раз и навсегда. Потому что, поймите правильно, дела делаются заявительным характером, и без документа оборота ничего не будет. Тем более, уже есть примеры предприятий, у которых вообще охрана была из правого сектора, и по которым были приняты жесткие меры, и был наведен порядок. Поэтому не вы одни такие. Да, действительно, есть предприятия, перерегистрировавшиеся, у которых владельцы на территории Украины, есть даже и бандеровцы откровенные, но заниматься этим надо, и без помощи людей с земли этот вопрос не решить. Ну, хотя бы даже в части информирования. В эфире была информационная война, сегодня насыщенный день, была прямая линия с президентом Российской Федерации, убийство Олеся Бузины в Киеве. Завтра обсудим это более подробно, уже проанализируем более детально. Спасибо за внимание. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok